Теперь тут пусто и в праздники, и в будни прихожане села Ново-Николаевка, Томской области, перестали ходить на службу в местную церковь. Всему виной большой скандал, в центре которого настоятель. Мы рассказывали про Иерея, который расслел 12-летнего ребенка, а сегодня появились новые подробности. Девочка и мама рассказали, как развивалась эта драма. Она у него спрашивает, а ты когда меня заметил? И он ей сказал, а помнишь, мы к Петровичу как-то ходили, и у тебя платьишко было такое. С разрезом, платьишко было. Ну а что она, сколько ей там было? 12 лет еще тогда было. И говорит, я увидел твою грудь. Она тогда еще, ну представьте, маленькая девочка, только вот. И говорит, после этого я поняла, что ты будешь моя. Это Лена. А, это Лена. Вот это Лена, ей здесь 11 лет. Она на день рождения вот с тортиком к нему вот ходила. Это первый сын его еще маленький когда был. А дети, да, все девочки. Они у меня две пели, даже вот третья пела. Но потом она в лавку перешла по своему вот, как она немножко уже старше стала. В лавку ее посадили на 3 года, наверное, в лавке была. Весь храм полностью на ней держался. Он начал постепенно приходить в дом. Ну, так просто. Да и мы стали его звать, потому что батюшка как-то. Я помню вот этот разговор. А вы не бойтесь меня. Я же обыкновенный человек. Меня все боятся, а я же не страшный. Зачем меня бояться? Ничего такого там нету. Давайте дружить. Вот я просто друг. Я просто друг. Ничего такого. Я же все хорошо. Он дарил четко Лене подарки. Позапрошлым году он сказал купить ей ноутбук. Сама расплатилась все. Но он потом так настойчиво, назойливо мне деньги отдавал. Это священник. Я пришла там на исповедь, причастилась и все. У него пчелы были. Ему вообще... Ну, как бы я начала сближаться с ним из-за пчел. За год я, наверное, ходила в храм. Потому что, как он сказал, что если люди ходят там, год походят в храм, то им можно будет уже к священнику домой заходить. То есть в гости там, что вот. Год я, наверное, ходила. Потом уже в гости начала к нему ходить. Ну, и там он, как бы, не знаю, как назвать. Ну, не приставать, но как-то сам. Ухаживать, да? Наверное. Ну, наверное. Я по ночам к нему начала ходить. То есть сначала просто ходила, а потом на ночь начала оставаться. И все. И вот с этого, наверное... А сколько у вас получаются вот эти близкие отношения? Вообще близкие? Вообще близкие. Ну, года три, наверное. Года три, да? Да. Получается, сейчас тебе 15, с 12 лет, да? Да. Потом так, знаете, невзначай, как бы... Перенесли диван в храм вниз. Внизу там есть такой сам храм вот. И внизу, вниз можно спуститься. И он перенес туда диван из дома. Как бы для бабушек. Там Батуринские приезжают, может, посидят. Что-то как-то. Ну, после того, как перенесли в храм, зайти вниз уже, считай, никто не мог. Потому что они стали низ просто закрывать на ключик так. Говорит, мам, я сопротивлялась. Говорит, я почти целый год ему сопротивлялась. Он, говорит, меня трогал. Я, говорит, просто вот так вот стоял, а он меня трогает. Все. А я, говорит, ничего не чувствовала. Говорит. И она потом влюбилась в него. Когда он тебя к близости склонил? В каком возрасте примерно? В 15? В смысле склонил? Или у вас это было по-обоюдному? По-обоюдному все-таки все было? Ну да, это по-обоюдному. Он сказал, вот, говорит, еще, говорит, три годика. Я тогда не поняла, но сейчас уже поняла. Еще, говорит, три годика и все нормально будет. То есть мне было тогда 13 лет. Это же плохо, это же у тебя же жена там. Он говорил, что все нормально, как бы успокаивал. Я спокойна была, как бы. Все нормально. То есть улыбалась? Ну да, я же люблю, говорит, что я с собой сделаю и все. Я не могу, говорю, даже вот подойти к нему. Я ничего не могу ему сделать. Я написала на него заявление, потому что если бы я не написала, я бы детей не смогла нормально вот это все. У него родинка в паху. А собираются еще экспертизу сделать психологическую, вот ее проверить, что если она скажет, где родинка, какая родинка, то даже там уже экспертиза ей не нужна, по крайней мере. Ему, да, ему ее не избежать. Он, ну как сказать, не вынуждал. Просто я в смс-ках ему писала. И его это бесило, что я в смс-ках пишу, а на словах не говорю. Он думал, что я его, как бы, как он там сказал, не люблю или не нравлюсь. Он мне и все. И все, я сказал, что, ну, чтобы я уходила от него, что. А я-то не хотела от него уходить. И мне просто, ну, пришло, что ли так.